Всем привет! Сегодня мы продолжаем работать с рисунком. Сегодня мы займемся, пожалуй, одним из самых важных элементов. Это кубическая форма, называется пирамида. Сегодня мы поговорим о перспективе, о том, как с ней работать и вообще, что это такое, и как с помощью перспективы добиться нужного нам эффекта. Я хочу еще раз напомнить о том, что все, что мы делаем на этих занятиях, на этом этапе, является схемой построения. Вы не будете строить конкретно эту пирамиду, которая стоит у нас на натюрморте, ну, в общем-то, просто для, так сказать, красивой картинки. Вы будете строить эту пирамиду на основе того, что я буду говорить вам, на основе того, что будут рисовать наши ученики, ну и на основе той схемы, которую вы увидите у себя на экранах. Итак, еще раз давайте вернемся к перспективе. Чтобы вы знали, перспектива — это вообще, в принципе, основа всего построения, которое существует в изобразителем искусстве, ну, за редким исключением. Что такое перспектива, мы с вами уже говорили, но сейчас я еще раз вам напомню о той картинке, которой мы говорили, когда строили цилиндр. Вспомните то самое асфальтированное поле, асфальтированное пространство, через которое проходят рельсы. Итак, вы стоите в центре этих рельс, и рельсы от вас отдаляются, и, как вы помните, становятся тоньше и светлее, но сейчас суть не в этом. Суть вот в чем. Суть в том, что, отдаляясь от вас, эти рельсы постепенно сужаются и постепенно превращаются в одну точку. Представили себе такую картину? Вы представили себе такую картину? Рельсы отдаляются и постепенно превращаются в одну самую точку. Друзья мои, вот эта точка — это самый важный элемент, о котором сегодня мы будем говорить. Дело в том, что перспектива — это понятие неизвестное. Если сравнивать это с математическим уравнением, то это х, а этот самый х является тем неизвестным, то есть той самой перспективой, о которой мы говорим. Но, как вы знаете, чтобы найти что-то неизвестное, должно быть хоть что-то известное. Какая-то отправная точка. И вот этой отправной точкой, друзья мои, является та самая точка, в которой сходятся эти самые рельсы, которая находится где? Да, на линии горизонта. А линия горизонта, как вы помните, находится на уровне ваших глаз. То есть, чтобы найти линию горизонта, вам нужно взять карандаш, приложить его к своим глазам, к уровню глаз, вытянуть его точно вперед. И вот там, где этот карандаш будет пересекать предметы на натюрморте, либо деревья на пейзаже, либо портрет, либо просто стену в вашей квартире — это и есть ваша личная точка схода. Это и есть линия горизонта. Так вот, линия горизонта, на которой располагается та самая точка схода, в которой сходятся рельсы и будет основой того, о чем мы будем говорить. Теперь давайте об этом поподробно. Итак, асфальтированное поле. Линия горизонта, когда мы с вами работаем в аудитории, ну, либо вы сидите у себя дома, и вы смотрите на натюрморт, чаще всего находится выше предметов. Ну, а на улице, конечно, может быть все что угодно, вы можете смотреть на любую точку. Итак, для чего это нужно? Теперь внимательно. Все предметы, которые располагаются под этой самой линией горизонта на натюрморте, а в данном случае пирамида, так вот, линии всех этих предметов уходят, как мы говорим, в перспективу, но уходят не просто непонятно куда, а уходят конкретно на линию горизонта и приходят в ту самую точку схода. То есть, если говорить не о рельсах, а об этой пирамиде, то в основании этой пирамиды вы видите квадрат. Вот он. Когда мы ставим эту пирамиду на плоскость, то этот самый квадрат уже лежит на плоскости, а значит находится в перспективе. Помните, когда мы строили эллипс, я говорил, что эллипс это круг, лежащий на плоскости, то есть круг в перспективе. То же самое и здесь. Вот этот квадрат в основании этой самой пирамиды, поскольку пирамида стоит на плоскости, сейчас находится в перспективе. А значит, его линии, отдаляющиеся от вас, не просто от вас отдаляются, а уходят в перспективу, уходят в перспективу на линию горизонта, на вашу линию горизонта, и в итоге сходятся на этой линии горизонта в одной точке, которая называется точка схода. Давайте продолжать. Мы поговорили о том, что существует линия горизонта, существует некая точка схода, в которой сходятся все линии, уходящие в перспективу. Теперь давайте поговорим об этом чуть-чуть подробнее. Ну и, собственно, начнем рисовать. Итак, в нашей пирамиде существует несколько плоскостей. Эти плоскости, если их посчитать на натюрморте, равняются четырем. То есть здесь четыре плоскости. Передняя, задняя и две боковые. А также существует ее донышко, которое, как вы уже поняли, является квадратом, то есть основание пирамиды. И сегодня на нашем натюрморте стоит гипсовая пирамида, чтобы вы понимали, что это за фигура. Но строить мы с вами будем ее насквозь. Я вам уже говорил и еще не раз скажу, что наша с вами задача видеть предмет и понимать, как он устроен. Нам недостаточно срисовать его. Вообще слово срисовать не очень правильно, не очень хорошее. Нам нужно понимать предмет. Нам нужно понимать, как он устроен изнутри. Тогда мы сможем очень легко рисовать его снаружи. И сейчас я вам скажу еще одну очень важную вещь. Дело в том, что подобные кубические предметы принято строить с двух ракурсов. Первый ракурс, это тот, который мы будем делать сегодня. Это называется фаз. Фаз. Построение в фаз. Фаз, то есть прямо спереди. А также в три четверти. Ну или говоря простым языком, сбоку. Когда вы смотрите на пирамиду фаз, вы видите только одну переднюю плоскость. А когда вы смотрите на нее сбоку, вы видите две плоскости. Раз и два. Когда вы смотрите в три четверти, вы смотрите так, что одну плоскость вы видите больше, а другую меньше. Но об этом потом, потому что сегодня мы так делать не будем. Сегодня мы будем строить пирамиду точно в фаз. Итак, начинаем с того же, с чего и обычно. Определяемся с тем, где же будет располагаться та плоскость, на которой будет стоять наша с вами пирамида. То есть, начинаем с передней линии стола. Проводим переднюю линию стола, как обычно, не слишком высоко, но и не слишком низко. Следующим этапом мы должны сделать набросок. То есть, наметить пирамиду в целом. По большому счету, сейчас у вас должен получиться обычный треугольник. Посмотрите внимательно на пропорции пирамиды. Пирамиды могут быть разные. В нашем случае пирамида будет выглядеть именно так, как у нас на рисунке. Дальше нам нужно обязательно определиться с тем, где же будет проходить линия горизонта. Линия горизонта чаще всего проходит либо в верхней части натюрморта, либо даже пересекает определенные предметы этого натюрморта. Конкретно в этом случае линия горизонта будет пересекать нашу с вами пирамиду в верхней части. Но знайте, что если вы довольно высокого роста, то пирамида будет ниже линии горизонта. Но чаще всего в пирамиде линия горизонта проходит именно так, как у нас. Ну и теперь уже довольно привычный для вас элемент вертикальная ось. Она нужна нам для того, чтобы предмет был ровный слева и справа. Один из важнейших элементов – это точка схода. Эта самая точка схода находится в том месте, где линия горизонта пересекается с вертикальной осью. Вот в этом самом месте и поставим для себя точку схода. А теперь внимательно посмотрите на наш с вами треугольник, то есть на набросах пирамиды. Вот там, где проходит ее нижняя часть, давайте и найдем основание пирамиды. А точнее переднюю линию основания пирамиды. Дальше все просто. Посмотрите, у нас уже есть набросок пирамиды. И теперь нам всего лишь нужно от нижней линии основания пирамиды, точнее от ее концов слева и справа, поднять две линии вверх к ее вершине. Сделайте это вслед за нами. А теперь нам обязательно нужно найти основание пирамиды в целом. Но для этого в первую очередь нужно найти две внутренние боковые линии, которые уходят в перспективу, то есть уходят на линию горизонта в точку схода. То есть от нижней линии пирамиды, от ее передней линии, от основания пирамиды мы проводим слева и справа две линии в точку схода. Посмотрите, как это получилось у нас. Друзья мои, поскольку мы с вами сейчас строим все на глаз, поэтому заднюю линию основания пирамиды мы тоже проведем на глаз, не измеряя никаких пропорций. Просто внимательно посмотрите на то, как это сделали мы. И примерно в той же части рисунка найдите заднюю линию основания пирамиды. Эта линия будет идти от боковых внутренних линий, которые мы с вами уже провели в точку схода. А теперь внимательно посмотрите на наш рисунок. Поскольку мы с вами уже нашли нижнюю часть пирамиды, то есть ее основания. Если быть точным, то это квадрат, лежащий на плоскости, то есть квадрат в перспективе. Вот теперь, чтобы нам с вами было понятнее, где этот самый квадрат, где это самое основание пирамиды, давайте проведем его более темными линиями. Они у нас с вами уже есть. Осталось только посмотреть на нашу схему и сделать у себя точно так же. У нас с вами осталась еще одна очень важная вещь. Нам нужно найти задние вертикальные линии пирамиды. Помните, что мы рисуем с вами насквозь. Да, в гипсовой пирамиде мы видим только ее переднюю часть. Но вот когда мы смотрим на предмет, мы должны видеть его насквозь, то есть видеть его каркас. Поэтому сейчас мы с вами найдем, где же будут задние внутренние линии пирамиды. Посмотрите внимательно на наш с вами рисунок, то есть на нашу схему. И вы увидите, что в основании пирамида, слева и справа, сзади, есть два угла. И вот от этих углов вверх, к вершине пирамида, и нужно провести две эти линии. Вам будет проще, если вы посмотрите внимательно на нашу схему. Сейчас я расскажу вам про еще один элемент. В нашем случае он не играет большого значения. Но, знаете, он нужен в принципе для того, чтобы понимать конструкцию предмета. Нам с вами нужно найти центр основания пирамиды. Это очень просто. Нужно всего лишь провести две диагонали. От нижнего левого угла в верхний правый угол. И наоборот, от нижнего правого угла в верхний левый угол. Таким образом, проведя две эти диагонали, мы найдем центр основания, из которого вверх мы можем поднять вертикальную ось. И несмотря на то, что вертикальная ось пирамиды в целом у нас уже есть, но так будет нагляднее понятно, где центр самой пирамиды изнутри. Давайте сделаем это вслед за нами. Завершая работу в целом, нам всего лишь нужно провести заднюю линию стола. Таким образом, мы полностью обозначим плоскость, на которой стоит пирамида. Ну или по-другому, мы найдем стол, на которой стоит предмет. Смотрите на рисунок, который у нас с вами получился. Здесь довольно много разных линий. И вспомогательные линии, такие как оси. И сами линии пирамиды. И есть даже линии, уходящие в перспективу. Помните, когда мы с вами строили основание пирамиды, мы с вами задние, внутренние, горизонтальные линии пирамиды уводили в точку схода. Вот сейчас, чтобы вы не запутались, и чтобы вам стало окончательно понятно, что творится в нашем с вами рисунке, мы уберем все вспомогательные линии. Вы посмотрите на то, что у нас получилось. То есть увидите пирамиду в целом без вспомогательных линий. Ну что ж, вы посмотрели на схему построения пирамиды. И сейчас вместе с нашими учениками вы уже сможете приступить к своей собственной работе. И я абсолютно уверен, у вас все получится. Пирамиды Нужно обращать внимание на параллельность всех вот этих линий. Потому что пирамида у нас стоит параллельно столу. Значит, когда вы построили пирамиду в целом, нужно отмерить расстояние от стола до самой пирамиды, посмотреть, чтобы было симметрично. И когда у вас уже появилась задняя линия пирамиды, точно так же померить расстояние от передней линии пирамиды до задней линии пирамиды. Друзья мои, это одна из тех работ, в которой вам, возможно, понадобится провести несколько довольно длинных, прямых, ровных линий. И если у кого-то с этим возникают проблемы, и ваша линия начинает слегка гулять, есть один способ провести линию более прямой. Нет, не линейка. Точно не линейка. Чтобы провести линию от руки на глаз прямо, когда вы ведете линию, смотрите в ту точку, куда эта линия должна прийти. И тогда эта линия будет прямая. Когда вы строите пирамиду, у вас получается довольно много разных линий. И в них можно запутаться. Поэтому, чтобы не путаться, какая линия куда приходит, очень рекомендую вам, в первую очередь, чуть-чуть сильнее выделить по тону переднюю линию пирамиды и ее две боковые вертикальные линии. Тогда вы будете понимать, что да, вот это передняя часть пирамиды. И после этого вы чуть-чуть посильнее нажмете на основание и на те линии, которые находятся в глубине. Тогда вас не запутает ни линия горизонта, ни линия построения, уходящие в точку схода, ни различные оси. Как я уже говорил, в различных линиях построения и вообще во всех этих линиях пирамиды легко запутаться. Рекомендую еще один маленький нюанс. Лучше всего, когда вы выделили, как я уже говорил, линии самой пирамиды и внутренние, и внешние, можно даже чуть-чуть сильнее нажать на карандаш именно вот в этом треугольнике, то есть в двух передних линиях пирамиды, которые вы хорошо видите, и в ее основании. Тогда вы будете четко понимать, вот это передняя линия основания пирамиды, вот это две передние вертикальные линии, которые мы видим. То есть вот этот треугольник и будет являться видимой частью пирамиды. А те линии, которые будут чуть посветлее, это внутренняя часть пирамиды. Хорошо? Ну что ж, наш сегодняшний урок подошел к концу. Вы посмотрели на построение пирамиды и построили ее сами. Я надеюсь, вы получили от этого удовольствие. Я прощаюсь с вами до следующего занятия. Всем до свидания. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова